Впервые вновь сегодня в Киеве прошел праздник победителей 2018. Это большой семейный пикник для детей, которые смогли побороть рак. Как прошло мероприятие, расскажут наши корреспонденты. У Антона все началось в третьем классе. На шее появилась небольшая шишка. Сказали, лимфоузлы воспалились. Но пару лет спустя, после биопсии, анализы показали, это рак. Мы начали лектирование. И уже буквально после первого-другого тижня, когда начали вводить химию, у меня она начала шею спухать. И все начало стабилизоваться. Я пришел. Четыре блоки химиотерапии, а также еще курсы лучшей терапии, променевые. И уже после этого на другом анализе ПЭД в Киеве показалось, что, слава Богу, мы прошли, мы минули эту хворобу. Говорит, после года лечения в школе его возвращению обрадовались. Ощущалась колоссальная поддержка от друзей, учителей и одноклассников. Но были и такие, кто не верил, что мальчик вообще вернется из больницы. Потому что для многих людей в нашей стране, на прилик, жаль, это такая совковая думка, что рак – это вырок. Что все, кто уже хворен на рак, он не имеет права на жизнь. Это не вырок, потому что после онкохвороби начинается больше жизни, искреннее жизнь. Сегодня здесь на празднике победители, организованном благотворительным фондом «Таблеточки», таких как Антон, около сотни. Все они прошли мучительное лечение и смогли одолеть болезнь. На этом семейном пикнике они рассказывают свои истории, делятся опытом и общаются с теми, кто прошел такой же путь. Это праздник детей, которые победили рак. Мы отмечаем их самое большое достижение на сегодняшний день, самую большую победу и праздник жизни празднуем. Это очень важно. И это очень важно для всей семьи, потому что болеет не только ребенок, болеет вся семья. Сегодня на празднике помимо детей, также волонтеры, благотворители и доктора. И все убеждены, что подобные мероприятия помогают детям, мотивируя их продолжать борьбу. На самом деле они очень вдохновляют, потому что мы, в одной из мотивационных частей, перед тем, как начать лечение, показываем, в основном, такие сюжеты, фотографии, истории детей, которые завершили лечение успешно. Потому что есть всегда аналогичные случаи, и детей и их родителей это очень мотивирует. Они видят, до чего можно прийти. Так что они, ну, как на очный приклад, на самом деле это очень потребно, и я очень рад, что это организуется. Сейчас в Украине рак побеждают около 55% детей. Но этот показатель может быть выше. Например, в Соединенных Штатах излечиваются 85%. В фонде говорят, их цель – достичь таких же показателей. Действительно, не можно задаваться, потому что ликование – это такая штука, если ты дадут эту слабеньку, то она тебя взломает. То есть, это девиз преимуществ внеоргиап, он действительно действует. Ольга Теребинская, Андрей Ирковой, подробности, телеканал «Интер». Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...